Аплодисменты Водоемы были грязные, похвастаться чистой питьевой водой из-под крана Финляндия тоже не могла. И в 70-е годы было принято принципиальное политическое решение о том, что ситуацию нужно менять каким-то образом. И пошло долгое взаимоотношение, взаимодействие министерств, университетов и частного сектора, а также некоммерческих организаций для того, чтобы ситуацию коренным образом переменить. И Финский водный форум, это как эхо тех самых изменений, мы были основаны в 2009 году пятью министерствами. Пятью министерствами, которые так или иначе задействованы в секторе воды, как водоподача, водоочистка, водоподготовка. И задача Финского водного форума в экспорте финского ноу-хау в сфере воды глобально. И помощь как нашим министерствам, государственным организациям, некоммерческому сектору, частному сектору в секторе воды, помощь в их интернациализации, их бизнесах, помощь в экспорте и помощь в том, чтобы открывать новые-новые горизонты, новые-новые регионы и страны. Таким образом, Финский водный форум содержит в себе ряд экспертов, которые специализируются по разным регионам. В частности, я, например, по Центральной Азии в том числе. И наша задача, чтобы видимость финского водного ноу-хау в данных регионах была на первой полосе, чтобы они все знали о том, чтобы финское качество воды было известно в странах. Но как таковых проектов у нас в Финском водном форуме это не совсем корректно говорить, потому что мы все-таки ассоциация. Наша задача не вести проекты, но помогать нашим участникам, участникам форума в получении тех или иных проектов, контрактов, соглашений и так далее. А также поддерживать их на стадии реализации. Я могу привести несколько примеров. Например, то, где мы участвуем как сами консультанты в сфере воды. Это в соседней с вами стране, в Кыргызстане, у нас только-только закончился проект, в котором мы работали на программу развития ООН, то есть ПРООН, по оценке качества и степени загрязнения воды в поселке Каджисай на берегу озера Иссык-Куль. Это хороший пример того, как мы работаем, потому что под этот проект, который длился полгода, мы собрали консорциум финских компаний, каждый специалист в своем секторе. В том числе мы даже привлекли финское государственное агентство в сфере ядерной безопасности, потому что конкретно в том случае там были вопросы к радиационному загрязнению воды, в Каджисай, по альфа-частицам. И проект мы данные выполнили, была экспертная команда, отчет мы сдали, и на базе этого отчета мы знаем, что дальше придет Всемирный банк, например, это очень хороший кейс, дальше придет Всемирный банк с большими инвестициями, и у них уже будет наш отчет с нашим расследованием о причинах загрязнения воды и с нашими рекомендациями о том, что нужно далее делать. И здесь у нас есть взаимодействие с двумя институтами, которые очень-очень активны у вас в стране. Это геологические, НИИ геологии, если говорить на русском языке, и НИИ метеорологии. И эти два института работают с коллегами из Узбекистана. И речь в этих проектах идет об укреплении потенциала ваших министерств и ваших агентств, соответственно, по геологии и по метеорологии. Проект, который они ведут, закончится в следующем году, в конце этого или в начале следующего года, если все пойдет хорошо. Коллеги из Узбекистана приезжали сюда, в Хельсинки, в прошлом сентябре. Финский водный форум тоже участвовал, и мы дали свою часть семинаров, презентаций и прочего. Поэтому это тоже очень хороший пример того, как мы взаимодействуем. Да, и очень важным моментом является то, что мы видим чрезвычайно перспективно работать по линии банков, по линии Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, и Азиатского банка развития. Дело в том, что цифры говорят сами за себя. На данный момент, грубо, больше 15 проектов открытых, инвестиционных проектов, если собрать все банки, больше 15 проектов, порядка 18 открытых, это крупные проекты, это не то, что построить очистные в этом городе или обновить насосную станцию, крупных зонтичных проектов. И на сумму порядка полтора миллиарда долларов США, и даже сумма чуть больше. Но что мы видим, что в следующие 3-4 года это будет порядка 20 новых вот таких проектов, и сумма будет больше 2 миллиардов, плюс к тому, что сейчас уже есть. То есть это инвестиции огромные в муниципальную инфраструктуру Узбекистана, и мы видим, что финские компании из данного сектора будут более чем востребованы там. Да, это будет вопрос конкурирования, в том числе ценовой, потому что у вас рядом есть партнеры из Турции и из Китая. Тем не менее, мы строго верим в то, что наши компании смогут составить достойную конкуренцию, хотя бы даже потому, что это факт, что финские компании сейчас работают в Китае и во Вьетнаме. То есть те компании, которые мы хотим пригласить туда и помочь им развиваться на узбекском рынке, это компании, которые работают в Юго-Восточной Азии, в Китае весьма успешно. Последнее, но не значит, что не важное, что не значит, что менее важное, это наше взаимодействие именно по, это уже такое более межстрановое взаимодействие, по наращиванию потенциала как национальных агентств, которые занимаются вопросами экологии и воды, так и водоканалов, крупных водоканалов, например, в больших городах, региональных водоканалов, по наращиванию их потенциала. Это вещь на стыке инженерной подготовки, финансовой устойчивости предприятий и их институциональных знаний. Это то, где мы можем взаимодействовать с Узбекистаном, организовывая как учебные программы включенного образования по университетам, с чего начинаются молодые специалисты, так и семинары, круглые столы для специалистов, которые сейчас уже на водоканалах работают, их посещение в Финляндии, посмотреть, как это работает, поделиться своими знаниями, приобрести новые знания и так далее. А нам есть чем поделиться, потому что я вот скажу, что Хельсинский водоканал на 96% энергонезависим, энергонезависим, вот правильное слово, по той причине, что все возможные технологии по рекуперации электроэнергии, задействованы в нашем водоканале, таким образом получается, порядка 6% только из требуемой электроэнергии водоканал покупает у города, все остальное генерирует сам. Вкратце задача следующая стоит, что если у нас есть поверхностный водозабор, либо подземный водозабор и скважин, что мы делаем, особенно во время сезона дождей, например, мы через специальные инфильтрационные бассейны погружаем эту воду в водоносный горизонт, мы создаем водоносный горизонт на первом этапе. На втором этапе мы, это все проектируется, через специальные скважины, эту воду забираем тогда, когда у нас идет сухой сезон, когда река пересохла, если говорить простым языком. И здесь ситуация особенно замечательная тем, что в тот момент, когда мы через эти специальные инфильтрационные бассейны воду погружаем под землю, мать природы делает свое дело, потому что вода проходит через грунт порядка 3-4 месяцев и натуральным образом очищается. И когда она очищается, когда она уже вот таким образом очищена, то нам на следующем этапе, на этапе водоподачи, можно будет использовать гораздо меньше электроэнергии и гораздо меньше химии для того, чтобы эту воду подготовить на водоочистных сооружениях. Второй момент здесь, который важен, это то, что мы обеспечиваем устойчивость водоснабжения. Я приведу вам пример. Город Турку, это бывшая столица Финляндии, в городе Турку эта система применяется в данный момент. И если даже завтра на всей планете вся пресная вода исчезнет, у города Турку с населением порядка 300 тысяч человек вода из-под крана будет литься в следующие 3-4 месяца. То есть устойчиво. То есть они создали такой горизонт, который в критической ситуации они все равно смогут еще использовать долгое время. Что тем более интересно и важно для стран в вашем регионе с вашими сезонами, с вашим климатом. Вот создать такой горизонт, мы считаем, что это потрясающе перспективное направление. И мы всячески педалируем то, чтобы отпилотировать это у вас в стране. Это можно рассматривать как мост, а мы также рассматриваем это как замечательная платформа. Поэтому Nordic University в Ташкенте это прекрасная платформа для того, чтобы инкубировать как бизнес, так и государственное, и некоммерческое сотрудничество между Финляндией и Узбекистаном. Потому что, смотрите, прежде всего университет это платформа образовательная. И у нас, я вот знаю, коллеги сказали, что уже порядка 10 студентов по обмену, по крайней мере, на февраль было так, были в Восточной Финляндии уже с образовательными целями. И я вам скажу, мы общаемся с некоторыми регионами здесь, в Финляндии, и у них есть такой прямой, прямой, не мандат, но прямая задача привлекать молодых, квалифицированных специалистов на программы по дополнительному обучению, может быть, на аспирантские работы и так далее. То есть это встречает здесь такой позитивный сигнал со стороны Финляндии. Из Финляндии к вам приезжают тоже такой по обменной программе преподаватели, есть экскурсии старших школьников, из колледжа тоже приезжали к вам, насколько я знаю. Поэтому вот это вот первая лестница, первая ступенька в этой лестнице. Вторая ступенька в этой лестнице, которую я вижу, что у любого, практически у любого проекта, именно инвестиционного, есть составляющая, в которой необходимы инженеры, проектировщики, профессионалы своего дела, в том числе в муниципальной инфраструктуре, в том числе в воде, которых, повторюсь, инкубировать у себя может Nordic University. И это прекрасно, потому что таким образом это не только университет создает условия, в которых студенты поздних курсов могут уже приходить на практике под тот или иной инвестиционный проект, могут набираться опыта. Но это также здорово и партнерам из Финляндии, потому что они могут точно для себя понять, что у них есть надежный партнер в стране, прямо в столице находится, и он может обеспечить выполнение ряда функций, которого финскому подрядчику или поставщику технологии уже можно и не думать. Плюс, опять, популярное слово, которое сейчас я произношу, это инкубирование, плюс это же, может быть, университет должен быть, он предполагается, что является инкубатором стартапов. И эти стартапы в Узбекистане могут быть точно так же такой точкой взаимодействия финских студентов и студентов из Узбекистана. Поэтому только рады мы сотрудничать. Повторюсь, в прошлом году стали партнерами. Всякий раз, когда мы в Ташкенте, мы заезжаем с большим удовольствием, смотрим, как вы развиваетесь. Вам желаем большой удачи, чтобы у вас все получилось и чтобы вы росли. АНТИ РАУТОВАРА так же 100% на высоте воду. Третье. Таким образом, все обеспечены с безопасными, комфортными и комфортными ресурсами. Таким образом, источник сверху воздуха. Это будет чистым. В некоторых случаях мы используем сверху воздуха из больших лесов, как в Хелсинки регионах. Это сверху воздуха из Саима. Мы имеем пэйянне. Мы имеем тоннель из Пэйянне до Хелсинки, чтобы мы получаем пэйянне вода в Хелсинки. В других регионах у нас есть интересные технологические solutions, как в вторую большую городе Хелсинки, Турку. В Турку регионах мы производим артифицированную воду. Мы взяты в сухую воду из суток, который будет вверх в землю, и мы производим артифицированную воду, который будет пэйянне воду. Это очень интересная и большая вопрос, конечно. В Центральной Азии, страны имеют очень отличную топографию, и очень отличные водоросуды для них. Я думаю, чтобы сделать все очень простые и простые, что я думаю, что в Центральной Азии, в том числе и Узбекистан, что мы работаем вместе с транспортерными водоросудами, и вместе с тем, что есть защищая вода, для всех Центральной Азии. Это, конечно, значит, что все страны должны иметь водоросудовую воду. Ну, я имею в виду, что для всех страны это важно, чтобы водоросудовая воду увеличить. Так что вода будет использован более эффективно, или также будет использован в различных типах агрикультурных процессов, например. Так что увеличение водоэффективности является, конечно, важным. Особенно для тех стран, которые используют гораздо больше водоросудов в процессах агрикультурных и индустриальных процессах, чем на других. Но то, что главное, что страны имеют функциональные агрегистрированные с близкими, чтобы они были на билатеральном уровне или multилатеральном уровне, для того, чтобы страны уничтожить водоросудование для того, чтобы они служить энергию, среди безопасности и среди безопасности для всех стран в Центральной Азии. То есть, что обоптимизирование в водоросудове не может быть. Это важно, чтобы страны вместе и представить себя в различные УН и мультилатеральные таблики, и пытаться преимущественно конферентировать водоросуды. И мы, конечно, в последние годы увидели много позитивного развития на этой стороне. но еще много можно сделать международными странами. И, как в последние годы, мы, в Финляндии, в Центральной Азии оборудовались и организовали региональные водоросуды оборудования оборудовании на УН экономическую комиссию для Европы, водоросудов, правила и принципы, как они могут быть использованы в Центральной Азии в таком, что все страны будут действительно полезны от водоросудований. Мы, в целом, в целом, в Центральной Азии для РФ, но я думаю, что это важно сделать, что страны все будут въедут в УНЕЦ ВОТОРОВНОВЕНИЦ, что это включает вовремя и вовремя странами. Мы должны иметь в месте. Мы сейчас в Финляндии, где мы вовремя странами. Финляндия находится в таком, что мы вовремя странами в Норвейской и Россией. Мы все еще вовремя УНЕЦ ВОТОРОВНОВЕНИЦ, потому что мы видим, что вовремя странами для обеспечения и вовремя странами. Поэтому я вернусь в том, что это означает РАЛС, что больше страны могут уходить и обеспечить воду и природные ресурсы, то это направление для РАЛС. и вовремя с природной системы. вовремя оборудовании и оборудовании и оборудовании и оборудовании который был в Нью-Йорке только месяц назад. Это был очень уникальный успех, чтобы иметь страны вместе со всеми глобально, и осуществлять, что вода действительно будет видна как кросс-котинговая тема. Это в случае в Центральной Азии, потому что это не о том, что вода. Это о том, что энергия и пищеварительность. И, скорее всего, мы понимаем, что вода-минстрии, которые не могут быть пищеварительными, и обсуждение действительно должно быть подниматься к другим министриям и к другим секторам. Это означает, что мы получим гораздо лучшее, чтобы улучшить ситуацию для всех в Центральной Азии. На личном направлении, я не знаю Успе's вода-polиси, но, возможно, я могу сказать, что Финнес-International Affairs Institute released water diplomacy analysis just last week, и это действительно очень глубокое впечатление на все в Центральной Азии, на их политические, на их политические, на их политические и на их ресурсы, и пытаясь найти и найти, чтобы найти и найти, чтобы активировать какие типы активистов для кандидов, как Финнес-International Affairs, который, конечно, является довольно маленьким игроком в Центральной Азии, но также для многих и больших игроком, потому что Финнес-International Affairs видит вода-diplома в Центральной Азии – это предпринимательная азия. У нас нет необходимости в любом регионе чтобы конфликты происходят на воду или на натуральные ресурсы, но мы можем взять разные типы активистов куда-то, 5-10 лет до того, когда конфликт будет материализоваться. И в такой способе, мы будем делать предпринимательная азия для страны в ценности. Аплодисменты